Израиль за неделю. На народной волне. Был парад самолетов. То, что у нас делается всегда на День независимости. Был парад военной техники, выставка военной техники непосредственно у нас в Самарии. Не секрет, что с армией жители Иудеи и Самарии периодически имеют трение, потому что именно армию всегда посылают. Когда требуется выселить кого-то из незаконных поселений. Иногда отношения с армией бывают напряженные. На День независимости армейское командование устроило выставку военной техники. А рядом всякие аттракционы для детишек. Еще что-то интересное. В присутствии главы регионального совета Самарии такое объединение. Чтобы армия показала, что она повернулась лицом к жителям еврейских поселений в Самарии. В День независимости традиционно вручаются государственные премии Израиля. Это самая высокая израильская награда. И премии вручаются по самым разным разделам. В этом году премии получил генетик, получил филолог, изучающий древний еврит, археолог. Получили создатели организации, которые помогают детям больным раком. И так далее, и так далее. То есть в самых разных областях берутся люди, которые сделали наиболее важные вещи для жизни в современном Израиле. Ну и теперь у нас временный перерыв. Следующий праздник только Лагба-Омер. А сейчас традиционные настроенные евреи отмечают то, что называется счет Омера. И когда, то есть он начинает считать дни с первого дня после Песоха, отсчитывают 49 дней, и на 50-й день наступает праздник дарования Тары, праздник Шивуот. Ну, этот праздник, например, в христианской традиции, вот насколько я знаю, в православной известен как Пятидесятица, то есть на 50-й день после 7 недель. И праздник Лагба-Омер, который в середине Омера, это не выходной день, это скорее исторический праздник, связанный с историческими событиями, случившимися с еврейским народом. А вот праздник Шивуот, это тоже праздник из Тары, ну, поближе к нему я вам расскажу о нём отдельно. Пока что хочу отметить, что сейчас у арабов идёт праздник Рамадан, и вот когда кончится Рамадан, а у евреев пройдёт праздник Шивуот, говорят о том, что Трамп, наконец, обнародует свою так называемую сделку века. Ну, они ходят самые-самые разные слухи, арабы уже против неё возражают, евреи тоже уже против неё возражают, хотя, так сказать, базируется она вроде бы как на фактах на местности, то есть ни одно еврейское поселение не будет выселено, не будет передвинуто и так далее, но все опасаются, что там будут какие-то неприемлемые для Израиля уступки. Ну, подождём, пока действительно план будет обнародован, потому что пока слухи ходят самые разные, а пока что в знак признательности вашему президенту за то, что он уже сделал для Израиля, на голландских высотах собираются новый посёлок, который там будет основан, назвать по имени Дональда Трампа. Вот такой вот красивый жест. Ну, а у нас сейчас главный праздник, не еврейский традиционный, а общемировой может быть, это Евровидение. Все сосредоточены на Евровидении, оно вчера началось, конкурсные показы будут завтра и в четверг, и потом в субботу будет, наконец, финальный тур, а пока что идут в специальном таком так называемом парке фанатов, на берегу моря, пока что идут различные концерты, встречи, празднования, трансляция концертов на больших экранах. И уже только в первый день вот этот парк посетило 25 тысяч человек. Так что пока празднование Евровидения идёт полным ходом. Жители Тель-Авива, конечно, жалуются на то, что там ограничены движения, наплыв большой туристов и просто любителей этого конкурса. Но, в общем, остановка приподнятая и ощущается как праздник. Ну, конечно, левые не упустили такой возможности капнуть свою ложку ёгтем на шубочку мёда и на въезде в Тель-Авив выставили огромный плакат, огромный плакат, где они призывают к свободе для так называемых палестинцев и выставили, значит, фотографию. С одной, одна половина фотографии – это вот Тель-Авив, пляжи, праздник. Другая половина фотографии – это стена с колючей проволокой. Мол, бедных арабов заперли за эту стену, нет у них никакой свободы. В общем, пытаются вот так вот в очередной раз подпортить Израилю международную репутацию. Ну, бог с ними, пусть себе пытаются, а пока что Израиль празднует. Надо сказать, что вот спокойствие для этого праздника было обеспечено довольно дорогой ценой, ну, к счастью, дорогой просто в денежном измерении. Значит, было, во-первых, было куплено спокойствие, чтобы из Газа, из Хамаса не летели на нас Касамы. Был открыт контрольно-пропускной пункт в Газу, на который провозят опять всевозможные товары. Катару было разрешено привезти опять миллионы в Газу и начать там их распределение. При этом представители Катары клянутся, что распределение пойдет только непосредственно в руки бедным семьям, они будут не розданы никаким террористам. Ну, пойди это проверь, кто же это может узнать, кому это будет раздаваться. Только вот Катары будет это знать. И, в общем, всяческие всевозможные послабления. И действительно, Хамас добился своего, шантажом выбил вот такие большие уступки, пригрозив, что наружат спокойствие именно во время Евровидения. Так что пока что у нас тихо, на границе с Газой расставлены снайперы, чего не было прежде. И, в общем, Хамас об этом извещен, чтобы не было там никаких маршей. И эти снайперы могут и предотвращать и запуск всяких ракет в сторону Израиля, если это будет проводиться вблизи границы. Так что пока тихо, пока Израиль празднует и, так сказать, временно затишье, и все хорошо. Ну, кто и как будет выигрывать на Евровидении, это мы узнаем только вот. Смогу вам рассказать только в следующей передаче. А пока, ну, как я понимаю, на Евровидении главное не результат, главное сам процесс. Просто многие тысячи фанатов съехались, съехались в Тель-Авив и получают удовольствие вот от этого праздника. Ну, если мы уже начали с вами идти по, так сказать, рассказывать про культуру, то давайте я упомяну еще несколько фактов, на которые у меня просто никогда в конце передачи не остается времени из-за политики. Во-первых, мы очень радуемся победе, победе нашей сборной на Олимпиаде по физике. Это была Азиатская Олимпиада по физике, и представители нашей команды выиграли золотую и серебряную медали. И летом международный конкурс по физике, международная Олимпиада по физике пройдет именно в Израиле. Всем известен театр Гешер. В Израиле его иногда называют русским, потому что первоначально там выступали только русские актеры на русском языке, режиссер там, Арье, он репатриант из России. Ну, со временем этот театр стал всеизраильским, там осталось очень много актеров-репатриантов, но спектакли идут на иврите, иногда транслируется перевод на русский, на английский. Для желающих театр пользуются большим успехом в Израиле. И режиссер этот настолько признан, что его сейчас пригласили в Москву для того, чтобы он в Большом театре сделал новую постановку оперы Евгений Онегин. Ну, я думаю, что все наши, большинство наших слушателей знают эту классическую оперу, так сказать, понимают, что такое опера в Большом театре, это такой бренд. И вот специально на это приглашают нашего режиссера из Израиля. Еще из области, я не знаю, это сказать и наука или культура, еще одна израильтянка полетит в космос. В России планируется полет ракеты «Союз МС-15». Полет этот будет организован из Казахстана, с космодрома Байконур. И там собирается международная команда. В частности, в этом самолете полетит Джессика Мейер, дочка израильтянина. Сейчас она не проживает в Израиле, но она дочка израильтянина. И она училась в Гарварде, в медицинской школе Гарварда. Она исследовала физиологию животных в условиях каких-то нагрузок, каких-то необычных условий. Она была в экспедициях в Антарктиде и в других труднодоступных местах для изучения животных. Она очень долго тренировалась для того, чтобы иметь соответствующую форму и полететь в космос. И вот, значит, скорости у Израиля будет второй израильский космонавт. Надо сказать, что в составе команды есть и представитель Саудовской Аравии. Саудовская Аравия – государство, которое, в принципе, не признает пока официальное существование государства Израиля. Ну, возможно, космос всех объединит. А теперь, я думаю, что пришло время объявить телефон для вопросов. Давайте мы, наверное, сейчас прервемся на небольшую, на коротенькую рекламную паузу, после чего вернемся и продолжим. Я объявлю телефон для вопросов. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Аси Энтовой. Телефон студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Ася, во-первых, Гудьонцев. Во-вторых, я никогда не забуду этот запах керосина, когда, так сказать, после всех показов авиации. И никогда не забуду эти лица детей, которые поздравляют и чествуют и родителей, и живущих, и тех, кто ушел. А вопрос мой такой. А в Израиле вообще судьи правые есть? Я имею в виду не леваки, а правые судьи. Или там весь суд с такими кривыми мозгами? Вы знаете, есть. Конечно, есть. Судьи тоже люди. Но здесь проходит, так сказать, отрицательный отбор. Ну, я думаю, вы знаете, что это. То есть, судьи первой инстанции, судьи обычного местного суда и судьи второй инстанции мирового суда очень часто встречаются нормальные, приличные люди, которые судят совершенно справедливо. В частности, вот недавно судьи постановили, что палестинская автономия должна выплатить 2 миллиона шекелей компенсацию за то, что они убили, за то, что террориста убили несколько лет назад израильтянина. И палестинской автономии деваться некуда. Она согласилась. То есть, судьи вот этих вот судов нижней инстанции, с ними все в порядке. Дальше, к сожалению, выдвигаются, как правило, именно судьи, о которых вы говорили, которые устраивают левый эстеблишмент, которым покровительствует богатство. И в сам Верховный суд там просто выборы идут практически, там судьи назначают сами себя. Там судьи составляют большинство в комиссии по выбору судей. И они выбирают только просто своих знакомых, причем даже такие же левые, такие же зажиточные, такие же принадлежащие к эстеблишменту. Судьи из Тель-Авивской юридической школы жалуются, что их никогда не выбирают, потому что те судьи, которые уже сидят в богатстве, они из Иерусалимской юридической школы. То есть, там идет просто отбор, то, что у нас называется друг приводит друга. А нормальные судьи, конечно, у нас есть, просто никто, а до сих пор они никак не могли попасть в суды высшей инстанции. Сергей? Ну, уж коль скоро мы коснулись темы суда. Что там за история с решением богатства о поднятии цен на молочную продукцию? Ой, вы знаете, тут я недавно вспомнила советское прошлое, да? Заходишь в магазин, нет масла. Нет масла. Ну, то есть, нет израильского масла, да? Какое-то импортное масло, незнакомое мне, что-то есть такое. Вот, или есть какие-то такие, то, что на хлеб намазывают, но оно не совсем масло, оно на сколько-то процентов масла. Я хотела для детей просто обычное масло, да? Вот, и вспомнил Советский Союз, когда масла не было, просто нету. Оказалось, что это наш концерт большой молочный, «Ново», он для того, чтобы оказать давление, он перестал выпускать некоторые, меньше выпускает некоторые молочные продукты, он не может не выпускать, да? Молоко, там, еще что-то испортится. А вот масло он попридержал, и именно для того, чтобы надавить на государство с тем, чтобы цены на эти продукты были подняты. Дело в том, что у нас еще из бедного социалистического прошлого есть закон, по которому государство спонсирует самые основные продукты питания. Это молоко, масло, творог, там, самый простой одного вида, какие-то вот такие вот, хлеб, да, вот такие вот, одного вида, самый простой, опять же, или двух видов, может быть. Вот такие вот самые простые продукты питания государство спонсирует, и поэтому оно устанавливает на них твердые цены, которые нельзя поднимать производителям, поскольку само государство докладывает туда, и вот молочный концерт новый решил пошантажировать немножко государство таким образом, и сделал запрос в богат, вот, и богат разрешил. Ну, я не знаю, к лучшему это или к худшему, потому что мне кажется, что сегодня уже в Израиле нет таких семей, которым вот совершенно необходимо вот такие дешевые продукты, и весь этот социализм, он только тормозит свободный рынок, и не позволяет даже малообеспеченным семьям, так сказать, он даже для них ухудшает и делает продукты дороже, чем было бы просто на свободном рынке без всякого государственного финансирования. Просто сегодня Израиль начал наконец открывать границы для поставок продуктов, у нас это было очень ограничено, сейчас немножко расширяют ассортимент молочных продуктов, которые можно импортировать, вот, а уж такая вещь, как масло или йогурты, тут вообще нет проблем. Так что мне трудно сказать что-то про этот закон, по-моему, так сказать, какая-то подпорка в ненормальной ситуации, отменить вот эти вот, отменить вот эти ограничения, и ограничения на импорт, и ограничения на цену товара, убрать государственное финансирование, и честное слово, как показывает во всем мире практика, при свободной экономике выигрывают в первую очередь малообеспеченные, потому что повышается уровень жизни для всех. Ну, а в итоге получилось, что богатств принял решение, так сказать, обязать Министерство финансов поднять на 3,4% стоя в целом. Очередной, да, очередной такой подъем, так сказать, вот масло, масло уже вернулось в магазины, но вот такие вот условия, при которых потребителя можно шантажировать, да, чтобы надавить на государство и выбить у него какие-то разрешения, это очень плохо, очень плохо сказывается на потребителях. Если бы государство было ни при чем, так концерну и не нужно было бы мучить потребителя. Давайте еще раз примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Из советского времени, когда там был дефицит масла и всего остального, я знавал еврейцев, снабженцев, которые говорили, уберите ваши ЛБХСС, я вам покрою весь Советский Союз слоем масла в 3 сантиметра. А вопрос такой, вот какие льготы все-таки есть у семей погибших, погибшей молодежи. Ведь остаются все, у некоторых остаются семи, дети, жены, остаются родители у тех, кто еще не успел жениться. Они получают какие-то льготы или какие-то посуды? Ну, смотрите, здесь есть несколько, вы затронули так вообще вопрос, и здесь институт социального страхования, у него есть несколько параметров. В принципе, вообще, если никто там не погиб, просто семья малообеспеченная, идет какое-то финансирование, пособие, да, минимальное для людей, которые не могут трудиться. Другое дело это пенсии, особенно, если дело касается семей жертв террора. Вот здесь, поскольку Израиль все время сталкивается с террором, то у нас для жертв террора предусмотрены специальные льготы, специальные пособия, специальные пенсии. И еще более отдельная вещь, это если жертвы террора не просто, так сказать, мирные жертвы, а если это солдаты цааля, солдаты армии, если они гибнут, то тут тоже отдельные совершенно льготы для вот таких вот семей, межпоход шоколот их называют, семьи потерявшие родных, причем здесь есть именно ну вот есть название в русском есть название ребенок, сирота, а здесь есть название для родителя, осиротевшего родителя, родителя, потерявшего ребенка, есть тоже свое название. Значит, вот здесь вот есть самые разные пенсии и пособия, если молодой человек был солдатом, погиб во время какой-то военной операции, то там Министерство обороны это обеспечивает оставшуюся семью это, так сказать, одним образом. Если это жертвы террора, там идут пособия от службы социального страхования другим образом. Если это просто какая-то семья по потере кормильца, то есть минимальное пособие, даже не пенсия, которую зарабатывают, а именно прожиточный минимум, который выплачивается в Израиле всем, но чтобы получать там есть просто прожиточный минимум, минимум, есть надбавка на этот прожиточный минимум, которую дают, если семья действительно бедная и у нее нет автомобиля, если нет собственного жилья, дают надбавку на съем жилья, и семья не должна уезжать больше, чем на три месяца из Израиля. Тогда могут снять надбавку на пособие. Типа она не все время живет в Израиле, а куда-то уезжает, уже не положено. Вот такие основные виды помощи. Я ответил на Ваш вопрос? Да, похоже, ответили. Давайте-ка мы сделаем еще один перерыв, после чего вернемся, продолжим и ответим на остальные вопросы. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиентовой. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ася, если можно, что там произошло, должна была отправиться в Польшу правительственная делегация Израиля и в последний момент... И в последний момент был отменен визит, потому что Польша побоялась, что израильская делегация поднимет вопрос о реституции еврейской собственности, которая была отобрана у евреев во время катастрофы. Надо сказать, что сейчас ваш президент Трамп ужесточил по этому поводу законы для стран, которые не хотят возвращать имущество, приобретенное вот таким незаконным путем и Польша решила вообще, чтобы этот вопрос не поднимался. Надо сказать, что в принципе отношения с Польшей у нас периодически обостряются. В предыдущий раз, когда Польша приняла закон о том, что нельзя говорить польские лагеря уничтожения, мол, польский народ никак в катастрофе не участвовал, евреев не уничтожал, то этот закон тоже был достаточно проблематичен для Израиля, потому что все мы прекрасно знаем, насколько часть польских граждан активно, не просто пассивно, жители многих стран пассивно относились к тому и позволяли нацистам уничтожать евреев, а в Польше мы знаем, что просто активно, они активно сотрудничали и в концлагерях СС занимала только верхние должности, а всю обычную черную работу выполняли поляки, иногда украинцы, иногда еще какие-то представители местных народов. И вот для Израиля такой закон показался надуманным и странным. Израиль высказался на этот счет, возникло охлаждение с Польшей, но в данном случае я думаю, что у Израиля это как раз проблем нет, потому что Польша, Израиль гораздо более развитая страна в технологическом отношении, в экономическом отношении, так что я думаю, что скорее Польша заинтересована в сотрудничестве с Израилем и раньше или позже я думаю, что Польше придется идти на какие-то уступки, но тут то, что да касается Израиля, это все время заново обсуждается проблема так называемых маршей жизни. Дело в том, что на день катастрофы принято возить израильских подростков и израильские официальные делегации, включая общественных деятелей, дипломатов, членов Кнессета, которые проходят маршем жизни, посещают эти самые концлагеря, то, что от них осталось, такие музейные комплексы и типа вот вы здесь нас убивали, а вот мы живы, мы идем под израильскими флагами, мы демонстрируем, что мы это пережили. Ну и в Израиле очень часто поднимается вопрос, а нужны ли такие организованные поездки. Понятно, что тот, кто сам хочет, конечно, пусть едет, но нужны ли вот такие поездки, субсидированные министерством образования, организованные школами, во главе с какими-то депутатами КНЕСТа, нужно ли это делать, не значит ли это, что мы, вот устраивая такие поездки в Польшу, что мы признаем действительно, что поляки ни при чем, что мы можем ездить в Польшу, так сказать, что польский народ нам дружественный, что мы ему все простили, да, с немецким народом там была отдельная проблема, получение компенсации и так далее, и так далее, и сегодня никакие официальные делегации вот для таких дел, как вы понимаете, в Германию не ездят, хотя в Германии тоже есть соответствующие лагеря, и в Германии тоже евреи убивали, ну, конечно, не в таких количествах, но вот вот этот вопрос поднимается, нужны ли вообще такие поездки для еврейской молодежи, что они дают, не лучше ли просто им, так сказать, рассказывать и настаивать больше не на отрицательном самосознании, да, не на самосознании мы евреи, потому что нас убивали, а на положительной части самосознания национального, мы евреи, потому что у нас история, традиции, там, страна и так далее, и так далее, вот этот вопрос заново поднимается каждый раз, когда с Польшей возникают вот эти вот трения, ну, на сегодняшний день пока официально эта программа марша жизни существует и никто ее пока сворачивать не собирается. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Ася, добрый день, Сергей. Некой вопрос, я читал на ворот шева вашей, что Либерман сказал, что в течение шести месяцев ближайший будет рассматриваться вопрос о возобновлении смертной казни террористам. Это вообще факт возможный, потому что он часто говорит, а потом ничего не происходит, но это возможно вообще в вашей ситуации и в вашей стране. А теперь касается Польши, вы знаете, я не буду вставать в сторону их, но в то же самое время вы знаете, что в Яд-Вашеме больше всего деревьев праведников это жителям польской национальности, хотя немцы оккупировали очень много стран Европы, но больше всего евреев спасали поляки. Вот и все, на этом я. Возможно. Понимаете, это вообще очень проблематичный вопрос, вина народа, что такое народ, всегда виноваты отдельные люди, отдельные люди уже практически все вымерли, участники этого. Вот в Израиле сохранилось несколько тысяч людей, переживших катастрофу, и с каждым годом, с каждым месяцем их становится все меньше. Соответственно, и в других странах, тех, которых можно привлечь к суду, тоже становится все меньше, и вопрос, так сказать, как это влияет, как это влияет на оставшихся, на следующие поколения, несут ли следующие поколения их дети, их внуки эту вину, должны ли они просить прощения за своих дедушек, и так далее. Это очень сложный вопрос. Теперь, что касается смертной казни. Я хотела как раз перейти к вопросу о создании коалиции правительственной, и действительно, Нитаниягу в связи со всеми этими проблемами, с обострением в Газе, с праздниками, не укладывается, как, впрочем, почти после всех выборов, не укладывается в достаточно в отведенное время, которое истекает 14 мая, Нитаниягу ходил к Риблину, ему продлили время до 28 мая, и идут интенсивные переговоры, в первую очередь, с Либерманом, ну и, понятно, со всеми остальными партиями. Значит, Либерман выдвинул много различных требований, он опять хочет быть министром обороны, хотя, как мы помним, как министр обороны, он особо себя не проявил, и вот он громогласно заявляет, что его требования вхождения в коалицию это смертная казнь для террористов. Ну, начнем с того, что в Израиле уже есть смертная казнь, это смертная казнь для людей, представляющих опасность для всего еврейского народа, да, а поскольку террористы они уничтожают не конкретных людей, да, не какого-то конкретного там Рабиновича, а они готовы уничтожать всех евреев, то, в принципе, их можно подвести вот под этот закон, к сожалению, этот закон применялся всего один раз в отношении Эйхмана, вот мы сейчас вспомнили о катастрофе, думаю, не надо вам объяснять, кто такой Эйхман, вот к нему применили этот закон, его повесили, сожгли, прах его развеяли, и, в принципе, сегодня есть такой закон, можно его применять, но он связан с некоторыми сложностями, там должно быть, если это военный суд против террористов, да, то там должны быть очень высокопоставленные судьи в звании там полковников, кажется, если это гражданские, то тоже там какие-то требования, то есть это затруднено, я думаю, что очень возможно эту процедуру упростить, но на самом деле, да, как тут некоторые у нас шутят, говорит, надо в Израиле принять закон, чтобы выполняли имеющиеся законы, потому что на самом деле у нас есть очень много законов, законов хороших и законов лишних, конечно, но проблема-то основная, что эти законы мало применяются, не выполняются, выполняются. Кроме того, Либерман выставил еще кучу требований, например, требования о минимальной пенсии, повышении минимальной пенсии и утверждение минимальной заработной платы, якобы на благо своего электората, на благо новых репатриантов, которые все такие бедные, что им нужна минимальная пенсия и минимальная зарплата. Ну, начать с того, что наша Алия интегрировалась лучше, чем все остальные Алии, которые когда-либо приезжали в Израиль, и у нас, так сказать, очень быстро репатрианты из бывшего Советского Союза добились, так сказать, экономических успехов и общественных успехов и политических успехов. Так что, не надо думать, что все мы такие бедные, что нам обязательно нужна минимальная пенсия, минимальная зарплата. Хотя, действительно, для некоторых людей, пожилых, есть там проблема, приходится жить на пенсию. Но речь идет не о пенсии, не о заработанной и отложенной пенсии. Речь идет о пособии, пособии по прожиточному минимуму для пожилых людей. Теперь, по поводу минимальной зарплаты, только что мы с Сергеем обсуждали, что когда спонсируют масло, почему-то масло исчезает. Когда делают минимальную зарплату, хуже становится именно людям, которых нанимают на минимальную зарплату, потому что тут же рынок, он работает, тут же, бизнесмены, которые не могут позволить себе такую высокую минимальную зарплату, начинают неофициальным образом нанимать, скажем, арабов и платить им меньше минимальной зарплаты, или нанимать мигрантов и платить им меньше минимальной зарплаты, в результате израильтянин, репатриант или нет, не может найти себе работу, которую раньше он бы получил с удовольствием, но на тех условиях, которые выгодны для бизнесмена, теперь, так сказать, такой работы для него не будет, так что мне вот эти требования Лимбермана по ограничению свободного рынка и установлению минимальной зарплаты, они не кажутся правильными, да, действительно, нужно решать конкретные проблемы каких-то конкретных семей, которые приехали в пожилом возрасте, не заработали себе на пенсию, может быть, им нужны какие-то дополнительные пособия, но не вот такие вот общие ограничения свободного рынка. Спасибо. Спасибо. 847-400-5200 телефон нашей студии, а теперь 12 канал, по-моему, вчера у вас опубликовал часть плана Трампа по урегулированию, и в частности там речь идет о Иудее Самарии. Совершенно верно, я начинала про это говорить, что вроде бы ни одно еврейское поселение из Иудеи и Самарии не будет эвакуировано, с другой стороны, вроде бы там говорится о том, что власть палестинской автономии, вот арабская власть, да, расширится на еще какие-то арабские поселения в Иудее и Самарии, с одной стороны, говорят о том, это пока еще все слухи, говорят о том, что значит Трамп будет не против того, чтобы Израиль распространил полностью свои гражданские законы именно на еврейские поселения в Иудее и Самарии. Я вам приводила пример, дело доходит до смешного. В Израиле принимают закон, что даром магазины не могут больше давать эти пластиковые пакетики, чтобы окружающую среду не засорять, поэтому они теперь продают их за символическую цену, чтобы люди меньше пользовались пластиком, меньше засоряли окружающую среду, а у нас в супермаркете в Карней Шамроне до сих пор пакетики даром, потому что этот закон на Иудею и Самарию не распространяется. Ну, это не хорошо, не плохо, просто вам вот такой курьезный пример. Значит, вроде бы речь идет о распространении израильских законов на все поселения Иудеи и Самарии, но это совсем не то же самое, что распространение израильского суверенитета на Иудею и Самарию, то есть, хотя бы, может быть, на ее часть, но именно на всю землю. Здесь речь идет только вот о евреях, еврейских поселениях, а не вопрос, а вопросы о земле по-прежнему, так сказать, остаются подвешенными. Ну, когда будет все-таки опубликовано это предложение Трампа, мы рассмотрим его более пристально и сможем сказать больше. А сейчас, если нет пока больше вопросов, я хотела бы продолжить про коалиционные торги все-таки Нетаньяго в очень тяжелом положении, ему нужно уговорить всех своих товарищей, все правые и религиозные партии войти в коалицию, а у них возникают взаимопротиворечивые требования. Ну, вот, например, вот это вот требование Либермана Министерства обороны, думаю, что есть и в других партиях еще многие, в самой партии Ликуд, кто претендовал бы на место министра обороны. Теперь Ликуд тоже выставляет к своим партнерам коалиционные требования, и требования эти, в общем, звучат очень разумно. Во-первых, чтобы восстановить закон, по которому можно мигрантов на срок до трех лет помещать в специально отведенные места для незаконных иммигрантов, из которых их уже по той или иной договоренности выселяют в страны, где у них нет опасности для жизни. То ли обратно в ту страну, откуда он приехал, если он обманом, так сказать, если он не, если эта страна не представляет опасности для жизни, он никакой не беженец, то ли в какую-то третью страну, которая согласна принять. И такой закон у нас был. И действительно, это очень помогло в выдворении, в выдворении тысяч мигрантов, которые сильно отравляют жизнь жителям Южного Тель-Авива, бедных районов Южного Тель-Авива. Но Богац, как всегда, Богац сказал, что это как же, это же нарушает свободу личности. Ни в коем случае нельзя, так сказать, помещать их в специальные места. А места это никакой там ни тюрьма, ни лагерь, понимаете, это специальные поселки, где их кормят, где они проводят медицинское обследование. По крайней мере, они должны там, так сказать, отмечаться периодически и быть там, чтобы в случае, если им могут предложить уехать, чтобы, так сказать, понятно было, где их искать. Но кроме того, их там лечат, потому что они являются разносчиками жутких эпидемических болезней, которые давно вывели и в Европе, и в Израиле. Их там кормят, им не нужно воровать, у них там все готово. Значит, Ликут сказал, что восстановить этот закон раз и восстановить закон, второй закон, против которого тоже рассматривался, который тоже зарубил наш высший суд Баганц, о том, что семьи террористов можно переселять в другие области. Как вы понимаете, у нас арабы враждуют друг с другом еще сильнее, чем с евреями. Я на эту тему тоже в этой студии много говорила. И если, скажем, какую-то арабскую семью в наказание за то, что из нее вышел террорист, и она его поддержала, и оказала ему помощь, если ее переселить уже в другую арабскую деревню, в той же Самаре или в той же Иудее, для нее это будет очень большим наказанием, потому что там другой, чужой клан, который просто будет угрожать ее жизни. У них там кланы сражаются не на жизнь, а на смерть. Кланы, хамулы. И вот этот закон был, и он действительно, так сказать, когда его приняли, действительно он способствовал снижению террора, семья стала предотвращать, так сказать, чтобы из нее не вышли террористы, и богатц отменил этот закон. Значит, Ликун настаивает на том, чтобы этот закон был опять принят в той или иной форме и как-то проведет через богатц. Теперь, если мы говорим о объединении правых партий, это вот объединение партии Мавдаль, партии Худлеуми, Смотрич, Перес, значит, глава, один из глав вот этого объединения, Бицалель Смотрич, он настаивает на том, чтобы получить место министра юстиции. Он очень активно настроен наконец дать по рукам богатцу, и он очень хочет получить вот этот портфель. С другой стороны, в самой партии Ликун уже несколько каденций, есть такой адвокат, министр туризма он был, который тоже всю жизнь занимался тем, чтобы, так сказать, попытаться убрать судебный активизм. Ася, на этом мы должны закончить, поскольку время закончилось. На следующей неделе продолжим. успехов в формировании коалиции, пожелаем нашим представителям выиграть конкурс Евровидения, и до встречи через неделю. До встречи.